Клуб веселых и находчивых по-прежнему популярен среди юных славянцев. Об этом убедительно свидетельствует успешное начало нового сезона. Старт первого этапа молодежной лиги КВН Славянского района собрал полный зал в городском Доме культуры. 11 школьных и 2 студенческие из филиала Кубанского государственного университета команды решили попробовать свои силы в этой интереснейшей игре. Участие в клубе веселых и находчивых помогает ребятам жить и учиться. Новый сезон это всегда здорово. КВНщики серьезно готовились к его началу. И трудно унять волнение, когда все только начинается. Всех собравшихся приветствовал Олег Смольников. Дорогие друзья, вся наша жизнь театр, а мы в ней прекрасные актеры. Именно так мы решили назвать сезон 2019-2020 года сезон молодежной лиги КВН Славянского района. Ну что, ребятки, вы готовы? Мы начинаем КВН. Было представлено авторитетное жюри, которое оценивало выступление. Затем участники выступили со своими приветствиями. Надо ли говорить, что все очень старались. Команда 17-й школы «Адекватные люди» попыталась сразу же громко заявить о себе. Мы организовали новую команду из участников 9-10 классов. Надеемся, что у нас все получится, все будет хорошо. Мы очень долго готовимся. Также у нас смешные шутки. Есть некоторые новые фишки, которые вы увидите в сегодняшней игре. Хотелось бы сказать огромное спасибо тем старшеклассникам, которые научили нас играть правильно. Смешные сценки, остроумные репризы, веселые танцы и песенки требуют немалых творческих усилий всех членов команды. И лучшая награда для всех – смех и благодарные аплодисменты зрителей. Мне КВН нравится тем, что я сам по себе позитивный человек, оптимистичный. Мне нравится шутить, тоже дарить людям счастье. Поэтому КВН – это такой шанс, чтобы человек раскрыл свои способности в том или ином виде шуток. Команда у нас очень позитивная, никто ничего не боится, все очень открытые люди, все хорошо шутят. Участники этой прекрасной команды действительно умеют отлично шутить и заражать своим весельем зрителей. А такое было со всеми? О, привет, братан! Как ты? Нормально, ты как? Отлично! Кто это был? Что за тем? Зал ловил каждое слово выступающих и активно реагировал на удачные шутки. Благодаря юных мастеров юмористических сценок своими аплодисментами. Среди команд школьной лиги команда, утомленные уроками из 43-й школы, давно уже зарекомендовала себя с лучшей стороны. Особенность нашей команды заключается в том, что все члены, они имеют разный возраст. У нас от 7-го класса до 10-го класса включительно. Мы играем в эту игру уже много лет и нам это нравится. Сначала нас затягивало это, это было интересно, а сейчас это уже как наше призвание, как наш опыт. Мы очень рады и очень хотим продолжать это дело. И в будущем, надеюсь, нас сменит уже наша же школа, только младшие классы. Команда действительно интересная и необычная. И ее выступления все ожидают с нетерпением. Команды славянского филиала Кубанского государственного университета выступили хорошо и были награждены почетными грамотами. Но более уверенной в своих силах была команда Такстоп. Кто-то в жизни подмечает какие-то вещи очень забавные и их приносит нам, и мы их уже обрабатываем. Кто-то прямо на сборе подхватывает какие-то идеи и уже там мы тоже опять же обрабатываем. Ну и вот как-то ближе к игре, благодаря Армену Юрьевичу, собственно, получается более-менее нормальный материал. Мы собираемся командой, мы написываем новый материал. То есть, ну, это очень классное времяпрепровождение. Мы пишем сценарий и тут же его обыгрываем, грубо говоря, ну, для себя. А потом то, что самое смешное, мы отбираем и уже показываем зрителю. Итак, представьте, кубочится на атомной электростанции. Ох, как я заколебался, мыть вот эти коридоры, уже руки не милю просто. Фух. Я так попросила в крыле. Что? Да у меня же не восемь рук в самом деле. Темой этого этапа был год театра, и ребята вели себя на сцене как настоящие актеры, стараясь заслужить зрительское внимание. Первое место по праву получила сборная 17-й школы «Адекватные люди». На втором месте команда 43-й школы «Утомленные уроками». Третье место заняли ребята из новой 12-й школы «Мы из новой». Впереди у славянских КВНщиков новые выступления, которых так ждут поклонники этой замечательной игры. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События». Продолжение следует.